Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше столь увлекательное путешествие в главу в Ишлах, начатое сегодня утром. Я напоминаю вам, что задача Яакоба состоит отца нашего, не просто отдельная личность. Он наш отец, поэтому его поведение определяет и влияет на всю нашу историю. Яаков должен стать Исраелем. Для этого ему необходимо, после всего прочего, победить свою слабость в отношении Исава. Понять, что эта страна принадлежит ему. Но можно понять Яакова. Он очень хорошо помнит, что произошло между ними. И как ни крути, это было бы... И у Исава есть, конечно, позиция, прямо скажем, с моральной точки зрения, гораздо более выгодная. И поэтому Яаков боится этой встречи. И все-таки мы с вами говорили, что страх ему определяется не только позицией слабой по отношению к Яакову. Потому что, в конце концов, были же обещания. А что я обещал им, я с тобой, я тебя верну, все будет окей. Но, видимо, Яаков понимает, что он задержался. Так он говорит Исаву. И так он задержался, это, видимо, лишает его защиты. То есть, изгалута надо вовремя уматывать. А если нет, то могут быть, как известно, очень большие проблемы. И мы с вами видели в нашей истории очень большие проблемы. Очень большие проблемы, это, знаете, слова очень такие... Это я не знаю, я хочу рассказать. То есть, нет никаких слов для того, чтобы описать то, что произошло с нами, если вы помните, 70 с лишним лет назад. Ни слов, ни чуя, ничего нет. И поэтому надо вовремя. Надо уметь вовремя. И вот Яаков, видите, чуть-чуть, чуть-чуть задержался. И мы видим, что он посылает, посылает Исаву подарки. И затрепетал Яаков, очень и тесно стало ему, это восьмой пасук, и разделил народ, который с ним, и мелкий скот, и крупный скот, и верблюдок на два лагеря. И сказал, если придет Исав к лагерю одному и побьет его, и будет лагерь оставшийся спасением. И сказал Яаков, и лугим отца моего... А, число-то какое. Чувствую, чего-то не хватает. О, десятая кислева, 5780. О, я же чувствую, чего-то не хватает. И сказал Яаков, и лугим отца моего Авраам, и лугим отца моего Ицхака, а шем говорящий мне, вернись в страну твою, краднету, и я сделаю добро с тобою. Мал я по сравнению со всем милосердием, со всей правдой, которую сделал ты с рабом твоим. Потому что с посохом моим перешел я и орден, а сейчас стал я двумя лагерями. Спаси меня, пожалуйста, от руки брата моего, от руки Исава. Потому что опасаюсь я его, может, придет и убьет меня мать-сыновьями. Здесь обратите внимание, что он называет себя, Яаков называет себя мать-сыновьями. Потому что Яаков является общим корнем всех колен Израиля. И поэтому логично применить в отношении себя такой термин. Если вы посмотрите в главе Ките-Ц, то там этот образ, мы с вами говорили об этом, я не буду распространяться, этот образ матери в качестве обозначения всего Израиля очень интересно фигурует в этой заповеди, помните, с гнездом, с птенцами, с птицей и так далее. Но меня сейчас это не интересует, я не хочу отвлекаться. И ночевал там в ночь ту, и взял из того, что есть в руке его, дар Исаву, брату его. Коз 200 и козлов 20, овец 200 и баранов 20, верблюдец кормящих и сыновей 30, коров 40 и быков 10, ослиц 20 и ослиц 10. И дал в руку рабов своих стадо, стадо отдельно. И сказал рабам своим, пройдите перед лицом моим, расстояние положите между стадом и стадом. И приказал первому, сказав, когда встретит тебя Исав, брат мой, и спросит тебя, сказав, кому ты и куда идешь, и кому идти перед лицом твоим, и скажешь, раба твоего Якова, дар этот посланный господину моему Исаву. И вот так же он за нами. И приказал так же второму, третьему, так же всем идущим за стадами, сказав, как слово это говорите Исаву, когда найдете вы его. И скажете так же, вот раб твой Яков за нами, потому что сказал, сниму гнев лица его с помощью дара, идущего перед лицом моим. И после этого увижу лицо его, может простить лицо мое. Надо сказать, что здесь борьба лица, обратите внимание. Слово лицо, здесь, наверное, раза четыре упомянуто в одном пасуке. Раз, два, три, четыре раза. Потому что именно лица Исаву он боится. Он не страшный, а он прав, понимаете. Правота Исава, Исава говорит, смотри, вот я старший, а ты меня обманул. Вот, даже если Исава этого не говорит, но он это ему думает. И даже он, если этого не думает, это то, что Яков думает внутри. И вот этот вот комплекс вины, он, конечно, есть просто поразительный. И обратите внимание, насколько Яков здесь унижается. Понятно, что мы с вами говорили, просить, просить, спросить разрешение Исава, когда ты возвращаешься на центральную историческую сцену, которую ты оставил ему, это вещи логичные, легитимные, правильные. Но форма, в которой Яков унижается, она поразительна. И, кстати, интересна позиция Рамбана. Рамбан говорит, Рамбан критикует Якова нашего не только за, не столько за это унижение, сколько за то, что он вообще послал к нему посланникам. Чего, говорит, ты послал ему посланникам? И это же ведь не просто какие-то случайные вещи, которые касаются Якова только. Это же все касается всей нашей истории, ведь Яков – это весь Израиль. Из-за этого, говорит Рамбан, из-за этого, в конце концов, и был разрушен второй храм. Рамбан спрашивается, каким же образом поведение Якова стало причиной разрушения второго храма? А очень просто, говорит, Рамбан, не путайтесь с Рамбан. Рамбан говорит, что это поведение Якова стало моделью для поведения Иуды Маккаби. Почему? Потому что, мы с вами приближаемся к Хануке, когда Иудама Каби, Бен Матитьяу, помните, ну не он, его отец, и они все подняли восстание, то они воевали против селевхидской эллинистической империи. И они не полагались только на себя. Это когда мы только слышим песни, и фольклоры, и рассказы для детей в детском саду, то мы с вами думаем, что... Понятно, они были супергерои, я ничего не могу сказать, это было невероятно. Но, правда, Радина, надо сказать, что Иуда Маккаби не положился только на себя, а он искал союзников, и он их нашел. И где же он их нашел? У врагов. У каких врагов? Он против греков ищет союзников. Римлян. Римлян. Иуда Маккаби лично послал в Рим и заключил с римлянами союз, что они, значит, любят иудин. Любили, как это так и написано, что мы любим иудеев, и мы с ними союзники, и вообще греки, если тронете иудеев, будете иметь дело с нами. Был заключен союз с Римской империей. И, кстати, не только с римлянами, но еще с одним интересным субъектом, как сегодня говорят, древнего мира. Можете назвать мне еще один субъект? Александр Маккаби. Александр Маккаби. Бесками, ноу-комментс. Окей? Скажите мне, с кем еще? Я хочу, чтобы вы немножечко историю узнали. Ханука. Сдаетесь? Какая-нибудь Россия. Ноу-комментс. Кто еще раз, кто с кем заключил договор? С чем нужно доказаться? Нет. Не с Египтом? Нет. Последняя попытка. Кто еще раз? Можете еще раз вопрос задать? Что кто? Иуда Маккаби заключил союз с римлянами и еще с одним субъектом древнего мира. Небольшим, но сильным. Небольшим, но сильным. Да, мы в школе все учили про этот субъект. Сдаетесь? Сдаетесь. Со спартанцами он заключился. Спарта. Слышали бы такое? Да, это то же самое. А это не греки. Спарт, это было отдельное государство. Греков, конечно, греки. Слово греки в тот момент, понимаете, оно ничего не значит. Все эти империи эллинистические. Селевкиды, с которыми мы воевали, они не были греками по национальности. Это были азиаты разные. Но культура была эллинистическая. Империя была эллинистическая. И все их звали там Деметрус, Антиохус и прочие красивые имена. А Спарта была тоже сильным таким городом-государством. И Иуда Макаби заключился спартанцами союз. Надо знать. Кстати, откуда я знаю все эти секретные вещи? Где это все узнал? Потому что вы читали Иосифа и Иосифа Фавируса. Лё! Потому что они написали? Потому что... Лё! Потому что есть такая книга Макабиин. И в ней все это красиво описано. Весь героизм и все эти союзы. И вот говорит Рамбан. Из-за того, что Яаков послал к Исаву, из-за этого Яуда послал к Римлянам. А вы знаете, что наши мудрецы, они пришли к выводу. И они ассоциируют Рим с наследниками Исава. Почему Римская империя, она наследник Исава, я это оставляю в стороне, это отдельный разговор. Но это однозначное определение в нашей литературе. То есть мудрецы временные, Мишные, Гмары и дальше. Для них Рим и дом и Исав это одно и то же. Почему? Это требует отдельного разговора. Но факт. И поэтому говорит то, что он послал к Исаву, из-за этого Яуда послал к Римлянам. А из-за того, что Яуда послал к Римлянам, чем это кончилось-то? Это Яуда заключил союз с Римлянами. А последние-последние представители династии Хашманаи, то есть обратим внимание на красивые еврейские имена Кирканус и Арестобус, они, сыновья Александра Яная, они позвали сюда прямо полководца Помпеуса. И все. И тот пришел. Еще взятки ему посылали. Потому что у них была гражданская война. Короче, что я хочу сказать. Рамбан говорит, вот здесь в поведении Яакова заложена вся проблема и разрушение второго храма. Так это или иначе, но мы видим, что Яаков, конечно, унижается со страшной силой. Понимаете? То есть здесь, мы сейчас увидим. И прошел дар перед лицом его. И он ночевал в ночь ту в лагере. И встал в ночь ту, и взял двух жен своих, и двух рабынь своих, и одиннадцать детей своих, и перешел я Бог. И взял их, и перевел через нахали, и перевел, что у него. Обратите внимание, что в таком состоянии он не может войти в Ирацкнаан. Он морально просто абсолютно слаб по отношению к Исау. Поэтому, чтобы войти в Ирацкнаан и стать Исраэлем, Яаков должен научиться бороться и побеждать Исава. И здесь ему это предстоит. И остался Яаков один и боролся муж с ним до поднятия зари. Что это за муж такой? Откуда мы это знаем? А? Нет, не из беленького издания. Мы это знаем. А мы знаем это из авторы, которую читали вчера. Я не знаю, какую автору читали вы, а мы читали автору из пророка Ошея. Да, он эту жизнь не читал. Отлично. И там прямо написано и упоминается, что Яаков боролся с ангелом Исава. Ну, это я авторе. Ненужники и мидраши. И он там еще умолял его и просил его, да? Почитайте, это Ошея, по-моему, 14 глава. То есть, это пророчество. Прямо черным по белому. И увидел, что не может ему и коснулся устава бедра. То есть, он видит, что не можно его побороть, ему как дал ногой в бедро и вывернулся с устава бедра Яаков при борьбе с ним. То есть, он оторвался, вырвался и сказал, отпусти меня, потому что поднялась заря. И сказал Яаков ему, не отпущу тебя, а если только благословишь меня. То есть, там в Ушея написано, что это был ангел. Но обратите внимание, откуда мы знаем, что это ангел Исава. Это мы сейчас увидим здесь. Посмотрите. И сказал, не отпущу тебя, а если только благословишь меня. То есть, Яаков говорит, я тебя не отпущу, дорогой мой. Давай мне благословение. А какое благословение может дать этот ангел, если это ангел Исава? Каков талант Исава? Это дикий он человек поля, сильный он. То, что написано. Браха у него какая? Браха. Сила, сила. Это не только сила. Там написано. Конкретно написано. Борьба. Не, 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 не. Какова браха Исава? Бороться против Бога. Не, 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 не. То, что написано в Торе. Убивать? Мечом твоим будешь жить. Не, афа, это ты шепчешь там что-то? Я не подскажу. Ты мне подсказывай громко. Ты подсказываю... Это окончательно запутаюсь. И сказал ему, каково имя твое, сказал Яков. И сказал мне, Яков, скажется еще имя твое, а Исраэль. Потому что боролся ты с Илухимой, с людьми и смог. Обратите внимание, боролся или в значении даже воевал. И спросил Яков и сказал, скажи или пожалуйста, или сейчас, как ты можешь перевести по разным, имя твое. Обрати внимание. Яков, говоря, я хочу, чтобы ты имя свое сказал. А зачем ему надо знать имя его? Если это ангел Исава, так это же ясно, что-то Исах. А почему он спрашивает его об имени? Чтобы он это наверняка. Знать наверняка, он и так знает. А? А, чтобы не опозорить. Чтобы не опозорить кого? Чтобы он признал. Чтобы он признал это поражение. И спросил Яков, сказал, скажи, пожалуйста, имя твое, сказал, зачем это ты спрашиваешь об имени? То есть, твое имя, он сказал. А как тебя, как зовут? Сначала они воевали, а потом начинающие знакомиться. И благословил его там. То есть, он ему дал эту силу Исава воевать. И назвал Яков имя Пниэль. Потому что видел я илогим лицом к лицу и спаслась душа моя. Илогим в данном контексте это ангел. Кстати, мы с вами увидим сейчас в словах Якова, что это был ангел Исава. Я вам это обещаю. Скажите, Фрот, это была физическая борьба? Конечно. Когда ангел воплотился в человеческом теле и борося. Смотрите, ангелы, они ходят тут? Есть категория ангелов, которые спокойно принимают человеческую форму. Мы с вами видели много раз у его швуа. И если он... Я знаком с человеком, который видел. Кого? Ангел в человеческой форме. Ой, вам, ой. Нет, нет. Здесь в наше время. Может быть. Может быть, я знаю. А он в сумасшедшем доме? Нет. Ангелы в сумасшедшем доме. После встречи с ним. Они сейчас так могут делать. Смотри, есть ли? Поменялось ничего. Ты думаешь, что сейчас ангелы не работают? Да. Мы их просто не видим или не обращаем внимания. А вы часто видите ангелов? Каждый раз, когда я прихожу в этот класс, я вижу... Такие люди. Ангелы. И засияло ему солнце, когда прошел Пнуэль. А он хамает на бедро. Понимаете, он ему так врезал. Я так понимаю, что он ногой ему ударил. Понимаете? Что Авраам говорит, положи руку под бедро. То есть, это он нанес ему удар по потомству его будущему. И засияло ему солнце. Вот оно солнце. Победила Исава. Ты можешь быть солнцем. А он хамает на бедро свое. Поэтому не будут есть сыны Израиля, жилу сухую, который на суставе бедра до дня этого. Потому что коснулся сустава бедра Якова в жилу сухую. И вот после этого можно встретить Исава. И посмотрите на эту встречу. И поднял Яков глаза свои и увидел. И вот Исав приходит. И с ним четыреста мужей. И разделил детей на Лею, на Рахеля, на двух рабынь. Сейчас мы с вами увидим предпочтения Якова. Они очень яркие. И поставил рабыни детей их первыми. И Лею детей ее последними. И Рахеля и Иосефа последними. А кто ему всего дороже? Рахеля и Иосефа. А он прошел перед ними. И распластался к земле семь раз до подхода его к брату Сунину. Вы можете представить себе, что это такое? Нет. Яков идет. Сейчас распластывается только хранит. Но он распластывается перед Всевышним. Перед Исавом. И распластывается. Идет и распластывается. И идет и падает. Семь раз перед Исавом. Но не только он. И подбежал Исав навстречу ему. И обнял его. И упал на шею его. И поцеловал его. И плакали. И поднял глаза свои. И увидел жены детей. И сказал, кто это тебе? То есть Исав в шоке. Яков уходил без гроша. И сказал, дети, которыми я дарил их, Ибрабасов его. Посмотрите, он не сказал, что я заработал. Он что, он что, получил в подарок от Лавана из своих жены и свой скот? Скажите. Он за жен работал 14 лет, за скот еще 6 лет. Ну, говорит, да нет, мне не полагается. Это все подарок. И подошли рабыни, и они, дети, их распластались. И подошла так же Илея, и дети распластались. Все на землю. И вскоре подошел, после подошел Юсеф и Рахель распластались. Все подходят и все падают перед ним на землю. Потому что Яков так сказал. И сказал, кто тебе весь лагерь этот, который я встретил? И сказал, найти милость в глазах господина моего. И сказал Исаф, есть у меня много, брат мой. Будет тебе, что у тебя. Пытается отказаться от этой... Нажерем свои вещи своими именами взятки. Думаете, она взятки отказывается? Отказывается. Она отказывается от того, что у него у Якова, чтобы не забрать у него все, в принципе. Мне кажется, а взятку он принял, могу я. Ле, отказывай? Отказывается. Здесь написано, отказывается. И сказал, как он, нет, пожалуйста, есть ли, пожалуйста. Нашел я милый глазах моих. Возьми дар мой из руки моей, потому что я видел... Вот оно, доказательство, смотрите. И возьми дар мой из руки моей, потому что я видел лицо твое, как видел лицо Илухим. Где он видел лицо его? Ночью. Ночью. Он видел ангела Исава. Какое лицо у ангела Исава? Исавская. Вы думаете, ангел Исава выглядит по-другому? В натуре. Исав. Какая-то была борьба физическая во сне, физическая ночь. Не знаю, но была борьба. Я не знаю, как с ангелом борется, честно говоря. А, драма, я вам скажу, драма страшная. И все-таки, после того, как он его победил, да, в этой борьбе все равно есть чувствуется явное унижение. Возьми, пожалуйста, благословение мое. Я видел лицо Илухим и примирился ты со мной. Возьми, пожалуйста, благословение мое, которое принесено тебе, потому что одарил меня Илухим, и потому что есть у меня все, и упрошу его взял. А, кстати, как вы думаете, какую часть своего скота он послал ему? Я думаю, что десятую. Я думаю, побольше. Двадцатую. 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 Двадцатую часть меньше десяти. Лё, он, когда он, помните, в Бетелье, где я вернусь, я делю тебе от всего того, что есть у меня десятину. А логично, что и Исава послал в десяти. Десятину минимум отделил. Двадцатую часть не ограничился минимумом, потому что это жизнь, это же опасно, значит, он дал чуть больше, до двадцати, скорее всего, процентов. Есть ли эта десятина, вы можете представить себе, сколько у него было всего. Умножьте все эти цифры на десять. Я вам скажу, что Яков был миллиардером. А ведь обратим внимание, ведь там же есть и верблюды, и ослы, и всякие прочие козы и овцы. А зачем, Лёв, я тебе хочу объяснить, что это очень важные вещи, потому что для чего нужны верблюда? А спрашиваешь, через пустыню? Верблюда – это средство международного передвижения. Это международный транспорт, понимаете? То есть для того, чтобы здесь, в Ир-Ацисраэль, ездить с города в город, достаточно осла. А вот чтобы ездить тысячи километров по пустыне, для этого нужны верблюды, корабли пустыни. Ослы – это международный транспорт. Ослы – это машины, сегодня машина. А верблюд по темшним временам – это самолет. И у них были грузовые отсеки, помните, Рахель-то, Трофимчиков, верблюд погрузила? В матраску света. А он, понимаете, ее спить не просит, идет себе и идет. Но сначала метра восемь. Да, но потом месяц по пустыне. Короче, это потрясающее богатство. Не говоря уже о рабах и так далее, рабыня. И упрашивал, возьми, пожалуйста, благословение мое, которое принесено тебе, потому что дарил моей логимой, потому что есть у меня все, и упрашивал его и взял. И сказал, двинемся и пойдем. И я пойду напротив тебя. То есть говорит ему Исав, ну так отлично и хорошо, давай пойдем вместе. Вместе весело шагать по просторам. Теперь Яков не может сказать ему прямо, что он не собирается идти к Исаву. Что ему там делать в Саире? И сказал бы, господин мой знает, что дети нежные, мелкий и крупный скот, кормящий на мне, и погонять их один день, и умрут весь мелкий скот. То есть я не могу идти быстро. А ты иди, иди. Пройдет, пожалуйста, господин мой перед лицом раба своего. Посмотрите, какое отношение. Господин, перед лицом раба своего. А я поведу себе медленно поступью хозяйства, которые перед лицом моим, и поступью детей, пока не приду, господин мой сыр. То есть я иду к тебе. А почему он его уверяет, что он идет к тебе? Потому что говорит, смотри, да, ведь ты хочешь, Исав хочет взять его под контроль. Он говорит, окей, я с тобой, я с тобой. Ну ты иди вперед, а я потом приду. А какой ему Саир? Он идет в Бершеву, что ему Саир этот? И сказал, Са, выставлю, пожалуйста, с тобой из народа, который со мной. То есть, а давай я тебе дам охрану. Провожатых? Да, своих людей. Почетный караул или конвой. Это уж кому как больше нравится. Сказал, зачем это? Найду, милый. Сказал, зачем? Это нам недостойнее этого. И вернулся в день, и тот и сам на дорогу свою в Саир. То есть он пошел в Саир. А Яков никуда не двинулся, конечно. Ни в какой Саир. А Яков двинулся в Суккот. А это место на восточном берегу Иордания. И построил себе дом. И скоту своему сделал Суккот. Поэтому назвал имя место Суккот. А где? В Суккоте? А где, например? Примерно. А теперь, для этого нужна карта. Суккот это везде, наверное. В том месте, где он был, там и сделал. Суккот это конкретный город. Нет такого города. Нет такого города? А как же он? В Красном берегу, да. А откуда же он появляется в рассказе книги Шофтейм? И Суккот, и Пнуэль. Это города, с которыми, между прочим, имел дело Гидон. Гидон. Да. Это где-то, я думаю, что это где-то южнее, может быть. А Гидон жил в Геладе. Гидон воевал в Геладе. А жил он с этой стороны. Это и так жил там. В любом случае, это на восточном берегу Иордана. Точно показать, это может только на карте. А так и карты у нас нет. А вот принеси. Посмотрим. Найдем Суккот там, может быть. И пришел Яков целым... А, теперь вопрос, который у нас возникает. Это вопрос самый главный в этой истории. А почему Яков построил себе дом и сделал своему скалу? Скалу эти шалаши Суккот. Вы понимаете, что он построил себе, в общем-то, деревню, лагерь. А зачем? Потому что жарко, но... Что жарко? Тенечко. Они идут в пути. Тренасной Суккот, наверное, люди. А потом он пошел. Зачем он строит этот город на восточном берегу Иордана? Почему он не идет, куда он должен идти? Куда он возвращается? В Бершефу. Ушел из Бершефа. Для того, чтобы перейти в Бершефу, что нужно сделать? А? Вот сейчас мы... Если карту нам принесет Александр Абакова, я вижу, что вы совсем в аути. В аутсайде. А? И соленое море отбить, и пороги их подбить. Соленое море. Скакнуло оно у тебя, соленое море. Я понимаю, все бывает. Сейчас мы увидим. Пока он... Кто хочет войти. Так вот, нужно ему перейти через Иордан. Понимаете? Трудно без карты этого понять. Вместо того, чтобы идти на юг в Сеир, где Якову совершенно нечего искать и нечего делать, он возвращается к отцу, к папе. Где Ицхак его провожал? Помните? Из Бершефы. Ему нужно перейти Иордан и двинуться на юг в сторону Бершефы. О! У нас с собой было. Ура! Действительно, без карты здесь ничего невозможно понять. О! Прекрасная карта. Даже с рельефом. Вот, видите? Это Эрацкнаан. Да. Видите? Где находится... Это вот Эрацкнаан. Наход? А это вот в восточной берега Иордан. Эрацкнаан. Это от моря до Иордана. Где находится Яков? Вот видите? Вот эти вот... Вот эта вот гора. Это Гелат. Видите? Да. Вот здесь он расставался с Лаваном. Поверните чуть-чуть сюда. Чуть-чуть. Поверните. Вот здесь Гелат. Ага. Вот здесь... Эээ... Каким-то... Здесь какими-то арабскими... На английском. На английском. На английском. А я не вижу. Ты можешь найти мне... А, я бог, я бог, я бог. Вот он. Видите? Вот эта речушка. Вот здесь. Это Ябок. Вот он был в Геладе. Перешел Ябок. И здесь сражался с Исалом. Из его ангелом. Окей? Здесь сразу перешел. Куда нужно идти? Куда нужно идти? Исава. Исава нужно идти сюда. Вот он Сеир. Понимаете? Вниз. А я кого нужно перейти сюда. И идти в Бершеву. Не нужен ему восточный берег Иордана. Ему нужен западный. На. Понимаете? Не нужен нам берег Туресный. Нам нужен берег Иордана. Но не сейчас. Сейчас ему нужно прежде всего прийти домой. В Бершеву. Понимаете? Вместо этого он остается. Я не знаю, есть ли здесь город Суккот на карте. Нет, его, конечно, здесь нету. Но он вот здесь вот. Вот здесь вот. Где-то здесь. Понимаете? Где-то здесь. Да. Он остается, строит здесь себе шалаши и остается. Теперь я вас спрашиваю, почему Яаков остается здесь? Зачем перезимовать? Зимовая, дядя. Зима суровая, да? Снега, не перейти. Бураны. Это земля Аммонитян. Насколько он там остается? Где-то остается. Временно же остается. Вся наша жизнь, она временная. Почему он не переходит через Иордан? Я бы на его месте. Исак ушел, ну и молодец. И до свидания. И скатерть у дорога. Раз! На тот берег. И все. Яаков строит город. Лагерь. Постоянный. Зачем? А? От кого оборонять? Есть причина очень простая. Я хочу, чтобы вы мне назвали. Какая? Конкретная. А где строит город? В каком? Здесь вот. На восточном берегу Иордана. Почему он не переходит? Потому что не было указания Всевышнего. Не переходи и подожди пока. Не ходи, пап. Не было такого указания. Ты придумываешь вещи. Исходя из его состояния. В каком состоянии Яаков? Он раненый. Он раненый. И поэтому он не может в таком состоянии войти в Радскнан. Он слаб. Поэтому он остается на год. Около года. Чтобы вылечиться. И потом перейти через Иордан. Потому что он знает, что там его ждут новые испытания с канонейцами. И посмотрите, как следующий пасук звучит. И пришел Яаков в целом в город Шхем, который в стране Кнан. При переходе его из-под Дана Рама. И расположился перед лицом города. Вы думаете, это произошло на следующий день? Это произошло много месяцев спустя. Значит, он в целом пришел. Шален. Он вылечился. Он сильный. Понимаете? Травма, которую нанес этот товарищ, ему мало не покажется. А можно получить вот это синенькое издание Торы? Очень хорошая карта. А давай ее повесим как-нибудь. Вот здесь вот или где-нибудь. Синенькая, да? Я понимаю, что здесь нет карты, но меня здесь интересует другое. Давайте посмотрим на этот текст. Вот это то, что я искал. Смотрите. Вы же знаете, мы с вами много раз говорили, что как узнать в Танахе вообще и в Торе, в частности, когда заканчивается какая-то глава. Пробел. Это означает, что до этого это один эпизод, а потом другой. Посмотрите. Между 17 и 18 пасуком. И Яаков двинулся в сукот и построил там ему дом, себе дом. А его скоту построил сукот, то есть шалаши. Поэтому назвал имя это сукот. Посмотрите следующий пасук после перерыва. Видите? Видите? То есть этот следующий эпизод произошел через долгое время. И пришел Яаков цельным в город Шхем. А за это совсем другое время. Не слышу ничего. Если есть пропуск, пустая строка или пропуск, это означает, что это другая глава, другой эпизод. И поэтому ты можешь судить, что это один эпизод, а это другой эпизод. Понимаете? Между ними разрыв. А в русском тексте, правда и в беленьком издании нет никакого разрыва. Но если вы посмотрите в традиционный текст, вы увидите, ага, закончилась глава. А посмотрите, аперок этот продолжается, как будто ничего не произошло. И пришел Яаков. И читатель, он создает впечатление, что вот он просто переводчик, у переводчика, у того, кто перевод читает, что он просто перешел тут же и построил. Но это полная ерунда, потому что с точки зрения даже текста он построил и сукот, и скот свой и так далее. Понятно, что после этого должен быть перерыв, что он построил на один день. И пришел Яаков цельным и целым город Шхем, который в стране к нам, то есть через много месяцев, при переходе вас по данному, отложился перед лицом города. Кстати, есть у меня доказательства из текста, еще что прошло много времени. Вы помните, что что сделала Рахель, чтобы Лаван не искал, не обыскивал ее, ее сиденья. Она сказала, что у нее кровотечение месячное, а этот ума и нельзя трогать, и они от этого избегали. А если это так, то она не была беременной. Наход? Нет, ну она могла сказать. Если есть только она врет. Там же смотри, что она сказала. Она сказала, но вполне, я думаю, что она сказала правду. Теперь, после того, как это, а после этого мы с вами видим, что рождается после перехода через Иордан, через короткое время рождается Беньямин. Беньямину нужно было 9 месяцев. То есть прошел год. Видите? Надо думать все время. И Тура этими вещами играет. И купил участок поля, на котором натянут там шатер свой из руки сыновей Хамора, от Сашхема за 100 ксита, и поставил там жертвенник, и назвал его Эль-Элухи-Исраэль. Но это уже другая история.